Привет, друзья! Вот смотрите, какое стихотворение написал. Разорви свой кокон паутины. Ты человек, срывая с собой усотканную нить, узнав и разглядев, как хаотично мечется пчела, не зная, что обречена под жалом тонким паука. Откроешь ты глаза и станешь человеком, узнав, что стресс есть состояние выживания. Инстинкты самосохранения включают страх. Энергию всю мозгу забирают той нитью перенапряжения при хаотичном поиске решения. Это происходит, пока не подберешь себе ключа. Тобой управляемые диамоторные рефлексы или синхронное состояние простые и повторяемые движения. Это снижает напряжение, превращает инстинкты выживания в приемы созидания. О, как здорово, да? Слушайте, а вот... Да, привет, Наташа, привет. Слушай, вот, Наташа, ты что хочешь сказать? Я хочу тебе одновременно картину показать, вот эту вот, называется она картина «Бывшие». Телевизор сейчас смотрели. Ну, такая манипуляция идет, такая загрузка сознания. Что такое главный манипулятор? Две вещи. Первое, ерунду такую показывают и при этом говорят, если ты умный, ты и поймешь, ты единственный, который это поймет. И каждый человек думает, наверное, я пойму. Ну, это же манипуляция. И второе, вот эта вот прививка противоразвития. Что мы сейчас смотрели? И вот с такими бывшие на перепуте, люди всю жизнь прожили, слушай, стоят на перепуте и не знают вообще, где правда, где неправда, где они были. Вот все у них было в жизни. Неужели они в определенном пока социализме там, а теперь вот другая ситуация, и теперь неопределенность. Они остались этой прививкой противоразвития, потому что смотрели телевизор и там часто показывали, что там ты мне хотела сказать, показывали. Мы только что на трансляции об этом говорили, и как-то включили телевизор, и вдруг здесь, на эту же тему, говорят о покойниках, о предсказаниях, о том, как покойники приходят. Приходят куда покойники? Ну, с предсказаниями различными, вот. Ну, и вот, наверное, как раз на эту тему, о которой мы беседовали, вот эта эзотерическая тема. Эзотерику постоянно показывают, там какие-то покойники к ним приходят, домовые там какие-то приходят, там столы у них шатают, там она спит, там, и оказывается домовой... Слушайте, я вам расскажу интересную историю, я в такси ехал еще давно-давно, и там, значит, один мужик сидит за рулем, он в такой кепке, такой водитель, ведет машину, значит, я сижу здесь справа, а тут дама сидит сзади, и она рассказывает, как домовой к ней. Ночью приходит, становится маленький такой, становится ногой на грудь у нее, и такой тяжелый, такой тяжелый, ну, прямо... И она так рассказывает, а водитель сидит так, руль, руль, ведет так машину, и говорит, да не слушайте вы ее. Я думаю, знаешь, какой трезвый человек, да, Иван Дачи ведет, разве домовые такие бывают? И начал рассказывать, какие домовые бывают. Это как анекдот звучит. Ну, конечно, но разве домовые такие бывают? А что там еще показывают? Ну, здесь все время, вот мы об этом говорили, на многих, на некоторых каналах телевидения вполне серьезно начинают рассказывать вот об инопланетянах, о тех же домовых привидениях, или гномиках каких-то, которые где-то живут под землей. Под землей живут. Вы знаете, рассказывают, это же авторитет телевидения, ведь много людей в пограничном состоянии. Они вот иногда и грузятся вот этим. Да, интересно, вот я заметила, такой один еще способ манипуляции, когда рассказываю обо всем этом, вдруг показывают какого-то эксперта в кавычках, и он или она заявляет. Таких людей очень мало. Таких людей очень мало. Сразу же тот, кто это слушает, если он к этому как-то предрасположен, к манипуляциям, а у него чего-то не хватает, например, в жизни, он не реализовался там, или какие-то еще проблемы, такой человек сразу же начинает думать, а может и я такой, а может я тоже принадлежу к этому числу. Ну, на самом деле это все манипуляция идет. Ну да, но для чего это делается? Просто для того делается, потому как это дешево для телевидения. А народ смотрит. Ну, это оглупление людей, многие политологи давно на это жалуются, что идет массовое оглупление. А мы занимаемся в нашей школе Человек-будущего Homo Futurus просвещением, просвещением. Главная функция сознания человека какая? Ну, критика, критика, чтобы у человека была. Критика, да, потому что в психиатрии вот есть главное понятие критичность и ориентированность. Если человек понимает, что сегодня такое-то число, такой-то день, такой-то час, он ориентирован, понимает, в какой ситуации он находится. А если он не ориентируется или, например, не критичен, вот так вот, как вот этим телевидением иногда, только потому, что телевизионным каналам это дешево и потому, как у них большой рейтинг из-за этого, людей грузят. И поэтому так получается. Всякая чепуха в голове. Даже там показывают, ну, я уже не говорю о тебе битве экстрасенсов, там такое показывали про пришельцев, пришельцев, пришельцы приходят. Слушайте, у меня тоже один раз такой случай был смешной, но он и трагичный. Потому что, значит, я где-то там делал лекцию, лекцию в каком-то городе, ну, давно-давно. И там, значит, пришла после лекции девушка, но очень красивая. Очень красивая, я так даже заинтересовался, как молодой человек был совсем. И она сидела, а тут Райман сидел рядом, который организовывал все эти курсы. Мы ездили тогда, и Саша Агулов со мной ездил, еще кто-то ездил. Мы авторы выступали и рассказывали разные методики. Да, и там сидит Раймова, которая нас туда возила. И, значит, она слушает эту девочку, и я сижу ее слушаю, и она вдруг с горящими глазами рассказывает, что к ней ночью приходит некий мужчина, и ей овладевает. И ей это не снится. Это на самом деле так. И она вот теперь меня видит, и она теперь понимает, что это, и она смотрит на меня такими влюбленными глазами, и это же были вы. Ну, вы представляете? Ну, вы представляете, а? Но очень много пограничных ситуаций возникает, и много пограничных людей в таком состоянии. А ведь сколько таких людей, читая учебники, или, допустим, как студенты пятого курса, читая терапию, и перебил, болели всеми заболеваниями. Да, а тут у нас много людей с неврозами, они когда начинают в интернете искать про свои страхи, паники и так далее, и диагнозы себе такие ставят, и это называется ятрогения, когда сами себе создают вот такие неприятности, накручивают, накручивают, накручивают. Да, есть люди, которые верят в летающих людей, есть люди, которые верят, ну, в самый раз не такие... Что они там еще по телевизору говорят? Да, ну, тут можно услышать все, что угодно. Даже Блаватская этим занималась. Начиная от леших и домовых, Блаватская занималась этим. Знаете, как интересно? Великий Рерих, Великий Рерих, которого я уважаю, тут вопросов нету, да, у него была философия, он хотел, чтобы был мир в мире, он пришел с посланием Махатм к Ленину, по-моему, да, и он хотел, чтобы Восток и Запад каким-то образом соединялись, дружили, да, ну, что там, Блаватская у Рериха же была, да? Дело в том, что Блаватская была разоблачена еще при своей жизни. Ты громче говори немножко. С своими фокусами. Она была разоблачена при жизни еще своими фокусами. Есть книга, есть книга, в интернете ее можно найти, я сейчас не вспомню название, но мы напишем там написание к современному Блаватской, Блаватской, он написал эту книгу о том, как он с ней встречался, и вначале, когда он ее увидел, он был восхищен, потому что он много о ней не слышал и находился под впечатлением большим. А потом оказалось, что все вот эти ее чудеса, это просто фокусы. И у нее был шкаф, в котором были там какие-то двойные стенки, и она такие вот фокусы, спиритически вот эти все сеансы проводили, на которых она якобы говорила там с духами, махатмами, и они подбрасывали ответы на каких-то вот листочках бумаги. И вот открывался этот шкаф и находился этот ответ. И вот этот шкаф исследовали, и все вот эти вот двойные стены там, все вот это вот нашли. Ну, то есть это фокусы, то есть она была еще... А еще у нее были... А какой-то такой мудрый, умный человек, как Рерих, в это все верил. А еще у нее были там такие наемные, которые в виде духа входили. Ну, вот представьте, вы находитесь под впечатлением. Как ты, Хазакош, рассказывал, пришел на сеанс гипноза под впечатлением. Да, да, да. И попал под конферансию. Под конферансию попал. И вы приходите под впечатлением. В комнате темно, вы ждете чудо. Начинается этот спиритический сеанс, а кто-то из каких-то наемных, кто с ней работал, выходит в виде духа. Вот он надевает на себя там какую-то, то ли простынет, то ли что. Мне хочется задать его. И вот в абсолютной темноте... Этот человек, который это все раскрыл и это все описал. Вот эти живые встречи с этой Блавацкой. Да, это наш русский... Вот я забыла, к сожалению, его фамилию, но я обязательно найду. Ну, ты ссылку сделаешь, да? Да, да. Мне интересно, сам Рерих верил в это или нет? Или он просто был в него влюбленный, поэтому я поподкивал иногда там... Дело в том, что Блавацкой до сих пор многие верят. И читают, и... А насчет спиритических сеансов в завершении, я сейчас скажу. Да, занимался темно. Менделеев, наш великий ученый Менделеев, который открыл таблицу Менделеева, был председателем комиссии, экспертной комиссии по спиритизму. И он что обнаружил? Оказывается, вот тарелочка, на которую кладут пальчики, целая группа людей сидит. На тарелочке стрелочка написана, на бумаге буквы написаны. И вот целая группа задает духу вопрос. Пальчики кладут на тарелочку. И вот Менделеев определил, что оказывается, когда они начинают с духом как бы общаться, их пальчики невольно и диамоторно. Вот как мы представляем, что руки пошли, и руки пошли. А у них тоже так же на рефлексах пальчики, они кончиками на тарелочке держали. И пальчики крутят эту тарелочку. И самое интересное, как у нас бывает, когда руки начали расходиться, вдруг они пошли быстрее, то есть адрес обозначился. И у них то же самое было, что когда тарелочка начинала к букве «да» или «нет», там говорила, отвечал дух, поворачиваются в эту сторону, и уже у них появлялся какой-то адрес в голове, вот куда идёт. Она быстрее крутилась. Так Менделеев, как учёный, это увидел, и это заключил, что они сами невольно крутят тарелочку. До встречи, друзья. Дальше будет ещё интереснее. Субтитры создавал DimaTorzok